Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу про шоколад из армейского рациона армии США, который заслужил прозвище «Тайное оружие Гитлера» и был нелюбим большинством солдат, которым пришлось столкнуться с таким необычным десертом. История началась еще в 1937 году, когда в армии США решили добавить в рацион солдат шоколадные плитки в качестве экстренного высокоэнергетического пайка, а также для повышения боевого духа солдат. Добавить обычные плитки шоколада не представлялось возможным, так как они быстро растают в непредсказуемых условиях боевых действий. Требовалось создать такой шоколад, который не растаял бы, даже если солдат будет его носить в карманах. В 1937 году армейский квартирмейстер полковник Пол Логан обратился в компанию Хэши Чоколейт и встретился с руководством. У полковника было несколько требований к будущим плиткам шоколада. Их вес должен составлять 4 унции, то есть 113 грамм. Они должны были быть высококалорийными, способны выдерживать высокие температуры и, как сказал Логан, по вкусу должны быть чуть лучше вареного картофеля. Последнее требование было особенно важным, поскольку полковник прекрасно понимал, что вкусные шоколадки будут съедаться раньше положенного, либо станут своеобразной валютой для обмена между солдатами. По его задумке, бойцы должны были есть этот шоколад только в самой критической ситуации. В компании приняли условия полковника и приступили к разработке нескольких рецептур нового шоколада. Его ингредиентами стали, собственно, шоколад, сахар, овсяная мука, масло какао, сухое обезжиренное молоко и искусственный ароматизатор, обогащенный витамином В1 для предотвращения заболевания берибери. На этапе производства компания столкнулась с трудностями. Полученная масса была настолько плотной, что ей придавали форму только специальным прессом. В итоге, после множества попыток наладить производство, получился чрезвычайно твердый блок темного шоколада, способный выдерживать температуру, до 49 градусов. Полковник по достоинству оценил первую партию, и в том же году рационы были отправлены в войска для испытаний, которые прошли успешно. Армия увеличила заказ. С началом Второй мировой войны объемы выпускаемого шоколада постоянно росли, а после нападения на Перл-Харбор военные выдвинули требования, чтобы упаковка плиток защищала их, в том числе от ядовитых веществ. В компании эти требования учли и создали новую упаковку. С началом войны Конгресс планировал закрыть кондитерские предприятия, однако Милтон Хэши смог отстоять свое детище, убедив Конгресс в том, что шоколад является важным элементом питания для солдат. Собственно, во время войны фирма получила огромные заказы, произведя более трех миллиардов плиток. Однако солдаты такой шоколад не оценили. В мемуарах и отчетах часто упоминается отвратительный вкус шоколада и невозможность нормально его есть из-за чрезвычайной твердости. Даже бойцы со здоровыми зубами не всегда могли откусить кусок этого лакомства. Отдельные товарищи умудрялись ломать зубы, поэтому чаще всего плитку стругали ножом. Более того, после употребления шоколада некоторых солдат сильно пучило. Среди войск шоколад получил прозвище «Тайное оружие Гитлера», и в большинстве случаев плитки выбрасывались. В 43-м году отдел закупок армии обратился к кондитерской компании с просьбой доработать свою продукцию, улучшив вкус и повысив его термостойкость. Так появился тропический шоколад Хэши. Обновленные плитки, хотя и обладали более приятным вкусом по сравнению со своим предшественником, но их все равно нельзя было назвать лакомством. Как и раньше, они чаще всего выбрасывались, либо продавались ничего не подозревавшим союзным войскам или гражданским. Только в 57-м году рецептуру шоколада снова поменяли. В очередной раз улучши вкус. Из состава была удалена овсяная мука, обезжиренное молоко заменило обычное сухое. Вместо какао-масла добавляли какао-порошок, а также в рецепт добавили ароматизатор ванили. Но, скажу я вам, любимым лакомством этот шоколад так и не стал. Во Вьетнаме, например, военные чаще всего отдавали его детям и в пищу не употребляли. Кстати, в морской пехоте США особую ненависть заслужили леденцы Чармс. Почему солдаты сразу от них избавляются, я рассказывал в отдельном видео. Ссылка в закрепленном комментарии.